очень важная проблема а как же оценивать успешность развития или более как бы сказать выражаясь в научных терминах сейчас устойчивость развития потому что уже как бы и в науке и политике на международном уровне все пришли вроде так сказать к такому консенсусу что парадигма развития человечества 21 веке это устойчивое развитие но как его мерить почему плохие традиционные показатели ввп это вот как раз на мой взгляд является сейчас важнейшей проблемой как для экономической науки так и для конкретной практики правительств фирм отдельных вообще так сказать когда мы говорим про экономику мне кажется вот очень важно такое положение что показатель ввп вот показатель вала внутреннего продукта который является уже 60 лет главным для человечества главным для всех стран вообще-то он является плохим и неадекватным с точки зрения долгосрочных тенденций развития с точки зрения учета социальных проблем экологических проблем и так далее и на мой взгляд человечество вот попала в такую ловушку ввп и вот на мой взгляд наиболее явно в этой ловушке оказалась россии начало двухтысячных годов рост ввп достигал там в отдельные годы свыше восьми процентов то есть светлое будущее впереди российская экономика растет и вот было опубликовано очень интересное исследование минэкономразвития они попытались оценить связь цен на нефть с показателем ввп оказалось что рост цены на нефть на 10 долларов дает прирост ввп где-то 0405 процента и в результате если мы займемся лобовой арифметикой то вот весь наш фантастический рост нашей экономики оказалось как вы помните там цена на не вскакнула там 40 долларов за баррель до 120 там до 140 то есть фантастический рост цены на нефть создал вот это иллюзию ложного развития то есть оказалось что где-то там два-три процента вот этого фантастического роста они просто иллюзорно виртуальны и россия к сожалению попала вот в эту ловушку такого как бы сказать благоуспокойность что все хорошо экономика развивается а на самом деле был рост вот эта игра цен и когда цены рухнули наш ввп тоже рухнул но вот опять же надо четко понимать что ничего не изменилось просто вот цена на нефть рухнула и поэтому как бы вот этот показатель ввп тоже упал и поэтому понятно что нужно искать другие показатели развития ввп плохой показатель вот я для своих студентов всегда привожу такой слайд на лекциях ввп и велосипед велосипедист очень вредный так сказать человек для роста ввп велосипедист не покупает машину он ее не ремонтирует он ее не страхует он не попадает в дтп он здоровенький он редко ходит врачам покупает мало лекарств и все это снижает вот это затраты все что уходит в ввп так что ввп вот создает такую довольно как бы сказать ложную картину развития мне очень нравится название книги двух лауреатов нобелевской премии стиглица и сена неверно оценивая нашу жизнь почему ввп не имеет смысла вот еще раз обращаю внимание на очень мощный посыл неверно оценивая нашу жизнь а как же ее оценить как оценить наше развитие как оценить развитие экономики общества и вот на эти вопросы дает ответ вот тоже очень бурно абсолютно новая как бы сказать мощную отрасль экономической науки связанные с индикаторами устойчивого развития какие сейчас есть подходы к разработке индикаторов устойчивого развития вот прежде всего хочу сказать что конечно мы не должны похоронить показатель ввп значит ввп прежде всего ориентируется на короткосрочные результаты и на экономический рост но не учитывает социальные проблемы и экологические проблемы то есть вот грубо говоря вот сейчас у нас значит идет совещание например стран брикс очень так сказать такая как сказать уважаемая организация с фантастическим ростом с треть мирового ввп но давайте мы посмотрим за счет чего достигнут рост ввп китай и это широко признается достигнут рост за счет критических экологических проблем страна где грубо говоря тяжело дышать вот тот кто был в пекине в крупнейших городах китая в некоторые дни вообще они закрывают все промышленность потому что уже нельзя дышать стране а по некоторым оценкам вот те фантастические росты ввп если мы их правил проводим зеленую корректировку вот как бы учитываем экологический ущерб они скатываются до минимальных показателей та же самая ситуация например в бразилии так сказать в индии да и в россии вот например когда мы говорим о росте ввп а золотой эре ввп начала двухтысячных это показатель надо честно сказать что мы жили за счет истощения и деградации природного капитала мы добывали нефть газ уголь рубили лес быстренько это продавали и наш ввп рост но с точки зрения устойчивого развития это некая такая немножко абсурдная ситуация ну что устойчивое развитие это развитие с учетом интересах следующих поколений это десятилетия там пятидесятилетия столетия ясно мы подрываем вот за счет истощения природного капитала благосостояние будущих поколений и поэтому стоит вопрос а как же вот все это измерять и вот вот сделал как бы живут в экономической теории четкий вывод что показатель ввп может расти но он может базироваться за счет деградации природы и за счет роста социальных проблем то есть грубо говоря показатель ввп например не чувствует ваше здоровье он не чувствует разрыв вот в мире и в россии это острейшая проблема разрыв между богатыми и бедными то есть ввп растет все хорошо бедные беднеют богатые богатеют чтобы преодолеть такой вот парадоксальности него абсурдность ввп вот в мире как я уже сказал сейчас есть четыре так сказать мощных подхода к индикаторам устойчивого развития первый подход заключается в попытке сделать некий интегральный показатель устойчивости то есть сделать некую попытку что-то противопоставить вот этому показателю ввп ну что на самом деле с точки зрения и науки и политиков у общества хорошо иметь один показатель у нас есть один показатель как ввп если он положительный все хорошо если он отрицательный то все плохо а второй подход заключается в попытке сделать некую систему показателей или индикаторов устойчивого развития обычно в эту систему входят три или четыре группы индикаторов обычно это социальные индикаторы экономические индикаторы и экологические индикаторы они переплетаются взаимодополняются и так далее и вот здесь классической кстати системы таких индикаторов устойчивого развития является цели устойчивого развития он значит состояние был девелопмент голос эти цели были приняты в 2015 году под ними подписался наш президент так сказать который был в париже все страны мира а всего 17 целей а свыше что она как бы такая трех уровневая такая иерархия трех уровней у нас есть цель 17 цели под целью под каждой цели несколько задач всего для 17 целей свыше 160 задач и для каждой задачи несколько индикаторов количественных всего их свыше 230 по 232 индикатор мы переводим концепцию устойчивого развития как концепцию светлого будущего мы переводим ее как бы сказать на уровень цифр экономических оценок то есть мы оцифровываем проблему устойчивого развития и вот кстати цели устойчивого развития рассчитаны до 2030 года там есть абсолютно четкие показатели индикаторы их количественные измерения на мой взгляд это очень важный шаг для человечества и для всех стран потому что на этой конференции когда принимались цели было сказано что повестка дня на 2030 год это не только для развивающих для всех стран мира и мы сейчас видим кстати очень интересные вот такие а цели устойчивого развития на мой взгляд наиболее здесь передовые страны норвегия великобритания дания германия то есть это страны которые сразу стали строить свои системы вот цели устойчивого развития и причем я еще раз вот надо подчеркнуть что вот устойчивое развитие то комплексное такое понятие в россии к сожалению когда мы говорим про устойчивое развитие мы говорим только про экономику устойчивое развитие это сбалансированное развитие экономики общество социум и природы и вот как раз вот эти цели устойчивого развития они отражают вот этот комплекс ну к сожалению в россии эта тема еще как бы сказать довольно нова как и в науке так и практике но тем не менее как я уже сказал научный бэкграунд вот буквально последние 10-12 лет эта тематика в мире очень в науке широко развивается в частности опять же я отсылаю к переведенной на русский язык книги нобелевских лауреатов стиглица и сена неверно оценивая нашу жизнь там есть вот такие вот концептуальные предложения как все-таки мерить и вот основное предложение что мы должны измерять прогресс и развитие человечества на основе вот этой концепции устойчивости то есть мы должны включить индикатор устойчивого развития в качестве основных третий подход когда мы говорим вот к индикаторам устойчивого развития это показатели как бы сказать специальный или частный индикатор ну на мой взгляд самый популярный в мире например показатель энергоэффективности или энергоемкости сколько мы тратим энергоресурсов для получения единицы конечного результата здесь же например углерода емкость сейчас мире все говорят про углеродный след углеродность экономики это опять же сколько парниковых газов мы затрачиваем удельно на единицу конечных результатов кстати среди важнейших показателей вообще это отдельная тема вот я как бы сказал третий подход на самом деле вот индикатор устойчивого развития должны улавливать такую важнейшую вещь как здоровье человека как оценить здоровье вот это на самом деле важнейшая проблема пробелы современной экономики который не учитывает фактор здоровья например я на примере моей кафедры мы считали еще вот у нас был большой проект вместе с минэкономразвития всемирным банком у нас оказалось что ущерб на макроуровне для всей российской экономики доходит до пяти шести процентов вала внутреннего продукта а в отдельных регионах он доходит до 10 12 процентов это фантастическая цифра но сейчас уже есть очень много подходов частности на основе концепции риска который позволяет вот включать вот этот ущерба для здоровья и делать такие зеленые индикаторы развития их можно включать как в интегральные показатели вот например показатель здоровья отражается вот например в таком классическом интегральном показателе устойчивости как индекс человеческого развития и четвертые подходы которые стали очень популярны в мире это подход на основе социологических опросов к устойчивости население опрашивает насколько вы удовлетворены уровнем своей жизни насколько вы удовлетворены так сказать состоянием окружающей среды насколько вы удовлетворены как правительство решает экологические проблемы и это тоже важнейший индикатор состоянии общества и развития как мы с вами оцениваем вот это самое развитие это кстати очень широко используется сейчас в мире в различных странах кстати в россии проводятся подобного рода опросы так что в заключении вот очень важный вывод к сожалению мы не умеем оценивать развитие как человечество так и отдельных стран корректно и сейчас задачи вот перед мировой наукой перед отдельными странами как же сделать так чтобы наши оценки развития вот нашей жизни они учитывали экономические аспекты социальные и экологические то есть как говорится качество жизни и вот это острейшие важнейшая проблема для вот будущего развития как науки так и для практических действий всего человечества и и